25 июня истек срок, который управляющая компания НЖСК установила для подписания с собственниками жилья договоров о переходе на новый способ управления домами и о сотрудничестве с новой организацией НЖСК+. О том, что такое предложение, исходящее от управляющей компании, а не принятое собственниками на общем собрании, является грубым нарушением жилищного законодательства, новости нашего города говорили неоднократно. Также мы обращали внимание на новый договор, по которому новая компания собирается работать почти с двумя сотнями многоквартирных домов, в которых живет примерно третье население Ноябрьска. Мы предложили всем внимательнее изучать документ перед тем, как ставить под ним свою подпись. В свою очередь, представители НЖСК уверили, что новый договор практически не несет какие-либо изменения для собственников и что общие собрания обязательно будут и назначены они на 28 июня, то есть на ближайшую пятницу. Но вот то, чем подкрепляет свои заверения управляющая компания, у людей вызывает большие вопросы. Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании собственника помещений в многоквартирном доме по адресу. Адрес вписывается, проводимого в форме и тоже вписывается, в какой форме. Далее идут являющиеся собственником помещения на основании и тут вписываются номера документов на основании, какого является собственником, общая площадь собственника. Ну, короче, все данные из документа на собственность. Это решение, где нужно и надо вписать, Валентина Маличкина взяла в своем ЖЭО вместе с копией нового договора управления. Как председатель совета своего дома сначала она сама изучила документы, а теперь собирается обсудить их с соседями. Но прежде, говорит женщина, хочется узнать у управляющей компании, почему на доме красовалось объявление, в котором ЖЭО приглашает собственников прийти для ознакомления с повесткой общего собрания и условиями нового договора. А по факту сотрудники управкомпании предлагают людям подписать вот такое недвусмысленное решение общего собрания, которого еще не было. Здесь такие вопросы поставлены на голосование, якобы на общем собрании собственников. Утвердить порядок проведения общего собрания собственников помещения в доме. Ну, дальше, второй вопрос. Второй вопрос. Принять решение об изменении способа управления многоквартирным домом. И вариант у нас один предлагается. И изменив его, да, изменив его на непосредственное управление собственником. Всего в этом решении пять пунктов. И некоторые жильцы, говорит Валентина Леонидовна, под ними уже подписались. А значит, согласились с тем, что теперь управлять домами начнет НЖСК+, и по тем правилам, которые организация установила сама. Соседка, которая оставила свой автограф в документе, потом сказала, что сделала это почти не глядя. Восемь страниц договора плюс три страницы приложений. Это вместо прежних-то четырех изучить сходу очень сложно. А потому, предполагает председатель совета дома, многие подписавшиеся горожане остались в неведении того, что новые правила, плюсов для собственников, собственно и не несут. Плюсов для заказчика я не нашла. Может быть, плохо просмотрела. Зато спорных пунктов, на взгляд Валентины Леонидовны, в договоре обнаружилось предостаточно. К примеру, обращает она внимание, из документа следует, что ЖЭУ будут бесплатно располагаться в общих помещениях собственников. Но вот если собственнику понадобится копия какого-либо документа, того же договора, то за любую бумагу человек должен будет заплатить. Рассчитаться с НЖСК+, придется и за то, что компания от имени жильцов будет заключать договоры на аренду общих помещений. Стоимость этой услуги божеская, в том плане, что равна прежнему налогу на содержание церкви, десятины или 10% от суммы аренды. Но и главное, о чем уже говорили новости нашего города, новая компания наделяет себя полномочиями самостоятельно, без согласия жильцов, как это было раньше, повышать цены на свои услуги. Понятно, говорит Валентина Леонидовна, что эти тарифы без изменений держатся с 2006 года. Но может сначала надо добиться полной прозрачности и взаимопонимания с собственниками по вопросу качества услуг и их стоимости, а потом уже наделять себя таким правом? Исходя из того, какие средства с нас снимались раньше и как они предоставляли акты выполненных работ, и сейчас, когда мы их контролируем, да, вот сомнения возникают. Большие суммы нам выставлялись по актам о выполненных работах. Все эти вопросы Валентины Маличиной мы направили в НЖСК, но пока все, чем мы располагаем от управляющей компании, это письмо, в котором, помимо прочего, очень коротко сообщается, что в управлении НЖСК плюс на сегодня нет ни одного дома, и что общие собрания собственников будут и назначены они на 28 июня. А это значит, что объявления об их проведении еще с 18 июня должны были висеть на подъездах домов. Только вот найти их нам не удалось. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Повторюсь, вопросы Валентины мы перенаправили в НЖСК. Главный из них – как изменить пункты, которые не устраивают людей в новом договоре управления, и почему предлагается только вариант непосредственного управления. Мы пока ждем ответа. А вы на нашем сайте можете ознакомиться с теми вопросами, которые мы отправили в управляющую компанию перед тем, как подготовить этот материал, и с ответами, которые мы получили. И еще напомню, что 1 июля в арбитражном суде Ямала состоится суд о признании НЖСК банкротом. Такой иск в отношении управляющей компании направило общество «Энергогазноябрьск». Причина – многомиллионные долги НЖСК перед ресурсоснабжающей организацией, которые образовались из-за несовершенства федерального законодательства, и от которых можно избавиться, расплатившись, что практически невозможно, или создав новую компанию уже без долгов, что, собственно, сейчас и происходит. Правда, у людей создается впечатление, что, избавляясь от долгов, управляющая компания одновременно ставит собственников, которых обслуживает, в заведомо худшие условия по сравнению с теми, что были до сих пор.